Александра Белокрылова Александра Белокрылова Александр Белокрылова Андрей Белсофт Александр Белокрылова Называется он Liberica. До Белсофт я работал в компании Oracle, занимался развитием продукта Oracle IoT Cloud Service, клауд-сервис интернета вещей, и работал в компании Sun, где занимался развитием эмбеда Java. Еще я играю на арабском барабане Darbuka и бегаю, как, наверное, многие тут. 2012 год. В 2012 году мы с вами выбрали президентом Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович полетал с птицами. На Марсе высадилась экспедиция Curiosity, мы получили снимки с поверхности Марса. Мария Шарапова выиграла кубок большого шлема. И мы с вами дружно пережили конец света в 2012 году, который не случился. А еще, что самое главное, в 2012 году вышла первая версия Java Embedded, Java SE Embedded, версии 7. Oracle сделал Java SE Embedded для того, такой продукт, который, цель которого была работа Java на Embedded устройствах. Но был один сюрприз. Java на десктопах и на серверах может быть использована бесплатно, а вот в Embedded Java бесплатно использована быть не могла. И требовала покупки лицензии, цена которой, как оказалось, это вот с официального сайта Oracle, сейчас информация о прайсе, довольно высока и сравнима иногда со стоимостью устройства. Конечно, там есть какие-то специальные кейсы, но все равно это довольно дорого. А почему? Ну, потому что Oracle очень нужны деньги. Значит, мы делали-делали Java Embedded, но как-то оно все не взлетело, вероятно, потому что лицензия все-таки стоила достаточно дорого. И Java SE Embedded 8 стала последним релизом Java SE Embedded. После этого Oracle сказал все, мы все сливаем в один дистрибутив и выпускаем Java 9, которая включает в себя все остальное. Ну, в общем, на этом можно заканчивать. Но нет, Oracle был настолько великодушен, что законтрибютил все фичи Java SE Embedded в OpenGDK. И в том числе и порты для процессоров ARM, для ARM32, 32-битную версию и 64-битную версию. И понятно, что теперь мы можем использовать эти бинарники из OpenGDK без оплаты кому-либо лицензионных отчислений. Что, с моей точки зрения, открывает новые возможности, довольно большие, для использования Java в IoT. А что же такое вообще IoT? Термин появился довольно давно, уже 10 лет мы говорим об IoT, но каждый говорит о своем IoT. И синхронизироваться к тому, что имеет под тем, когда он говорит об интернете вещей, довольно сложно. Ну, в общем, сформировалось некоторое такое понимание того, как выглядит архитектура решения интернет-вещей. Есть какой-то облачный сервис, который отвечает за сбор данных с устройством, безопасный сбор данных с устройством. То есть менеджмент, управление этими устройствами, процессинг данных, стрим-процессинг. И интеграцию с внешними серверами, то есть хранение данных внутри сервиса и предоставление этих данных внешним системам, enterprise-системам для принятия каких-то решений на основе этих данных. С одной стороны это клауд-сервис, с другой стороны это устройства, которые подключены к клауд-сервису. Устройства могут подключаться как напрямую, если у них имеется такая возможность прямого подключения, они поддерживают протоколы, которые требуют облачный сервис. Либо они подключаются через гейтвей, через концентратор, на котором точно уже имплементированы все эти протоколы и требования по безопасности, которые клауд-сервис хочет от нас. А устройства могут и не иметь такой возможности, либо вообще не иметь сетевого подключения. В общем, в IoT можно превратить любое бедо от устройства, если встроить в него какой-то коммуникационный модуль, чтобы оно могло пересылать данные в облачный сервис. И я делю устройства вообще все в IoT-мире на три части. Первая часть – это маленькие устройства. Это процессоры порядка ARM Cortex-M0 до Cortex-M7. Это микроконтроллеры. И говорить о работе Java на этих устройствах не приходится совсем. Java SE на этих устройствах работать не будет. Я работал раньше в Oracle на Java ME. Беда, да, вот там топовые версии микроконтроллеров, она может покрыть. Но Java SE здесь не работает совсем. Здесь нужно использовать другие решения. Вот отдельно хочу выделить компанию Electric Imp. Это стартап, который занимается как раз решением этой проблемы – подключение маленьких устройств к клауд-сервису. Они сделали модуль на базе микроконтроллера Cortex-M4, написали свою операционную систему и сделали так, что программирование этого модуля невозможно при прямом к нему подключении. Нужно сначала подключить этот модуль к Wi-Fi, к интернету, и дальше через облачное IDE появляется возможность писать для него код, программировать, и у них сделано так, что одновременно программируется часть, которая работает на устройстве, и часть, которая работает в облаке. Одной кнопкой деплоится и в облако, и на устройство. В общем, если интересно, обратите внимание, для маленьких устройств это действительно очень хорошее решение. Есть большие устройства, которые, ну, такие промышленные, медицинское оборудование, например, внутри медицинского оборудования, как правило, стоит большой компьютер жирный, на котором Java уже давно работает и так, Java Embedded. И для вот этой части мира устройств, то, что Java становится, то, что ее можно использовать из OpenJDK бесплатно, открывает тоже новые возможности. Есть третий тип устройств, это IoT Gateway, которые осуществляют подключение устройств, которые не имеют возможности подключения к клауд-сервису, к клауд-сервису, собственно говоря. И вот о работе Java 9 именно в этой части я буду сегодня говорить. Рынок гейтвеев растет прямо на глазах, появляются сотни устройств уже на этом рынке. Здесь мы видим, как уже привычных нам производителей Dell, Hewlett Packard или ST Micro, так и производители, которые занимались всегда Embedded решениями, они тоже приходят на этот рынок. И здесь есть такие экземпляры, вот у Supermicro, например, есть IoT Gateway на базе Intel Core i7 с 64 гигабайтами памяти, такой небольшой прямо сервер, который работает в продакшене. А какие требования предъявляются к гейтвеям, что они должны уметь делать, чтобы считаться IoT Gateway? Во-первых, я уже говорил, что задача гейтвея – обеспечить подключение устройства к клауд-сервису, если такой возможности у устройства нет, то есть connectivity, и обеспечить требования по безопасности этого самого клауда. Следующий момент, когда мы устанавливаем гейтвей, когда компания устанавливает гейтвей, это такие инвестиции капитальные, и они должны, гейтвей устанавливается как минимум на 10 лет. И мы до конца не знаем, что будет, какие устройства мы впоследствии решим подключать к этому гейтвею. Поэтому программное обеспечение гейтвея должно быть модульным и должно иметь возможность обновляться и поддерживать те устройства, о которых мы пока еще не знаем. Все больше и больше на гейтвеях используется стрим-аналитика. Почему это происходит? Потому что компании подключили устройства через гейтвей к клауд-сервису, начали передавать данные и поняли, что данных передается очень много. Вот, например, Connected Car, автомобиль, подключенный к IoT, если собирать с него все данные и передавать их напрямую в сеть, то автомобиль генерирует порядка 25 гигабайт данных в час. И если передавать их все в сеть, ну, сети наши воздушные будут перегружены и не выдержат такой нагрузки. Поэтому гейтвей должен давать возможность использовать стрим-процессинг прямо на гейтвея. Дополнительные функции появляются какие-то в процессе, мы о них еще сейчас не знаем. Да, сейчас мы говорим о том, что у нас есть криптовалюты, и как-то нужно эти криптовалюты тоже использовать в IoT. Почему бы и нет? У IoT есть собственная криптовалюта, называется она IOTA. Вполне успешный проект. Создана она для того, чтобы устройства могли проводить микротранзакции друг с другом. В чем смысл микротранзакций? Точнее, не в чем смысл микротранзакций, а почему это нельзя делать текущими платежными средствами? Потому что зачастую накладные расходы комиссия, которую берет платежная система за транзакции, многократно больше, чем та самая микротранзакция, которая должна происходить между устройствами. Поэтому разработали IoT, которая построена не на принципе блокчейна, а на другом, на принципе направленного цикличного графа. И в ней транзакции бесплатные. То есть любая транзакция бесплатная, система расширяемая, чем больше устройств в ней работает, тем лучше она работает, потому что каждое устройство, когда хочет провести свою транзакцию, должно заапрувить две другие предыдущие транзакции. То есть чем больше участников в сети, тем лучше она работает. И что самое важное и интересное, у IoT референсная имплементация, клиент написан на Java, то есть ее можно брать и использовать прямо вот сейчас в решениях для IoT. Какая ситуация сейчас с Java в IoT? Самый известный, самый популярный проект – это проект Кура, который open-source, который находится в Eclipse. Целый ряд производителей активно в него контрибьютер. Самый, наверное, активный контрибьютер – это компания Eurotec, которая выпускает целое семейство устройств с поддержкой Eclipse Cura. Также есть несколько производителей, в частности, Bosch Oracle и General Electric, которые делают свой стэк для IoT Gateway, тоже базирующийся на Java. Из них Oracle и General Electric делают решение, которое позволяет подключаться исключительно к клауд-решениям Oracle и General Electric, а Bosch предоставляет готовый стэк для Gateway, который позволяет подключаться куда угодно, в том числе к приватному облаку компании, если это необходимо. Какие есть дистрибутивы Java 9, уже Java 10 для Gateway F? Oracle прекратил выпуск дистрибутива для процессоров ARM, и сейчас, если посмотреть, для чего выпускается Java 9, то это Linux, Windows и Mac. Есть сейчас два самых, наверное, правильных дистрибутива. Это дистрибутив, который выпускает компания Azul Systems, называется Azul Embedded, может использоваться на ARM, и компания Bellsoft выпускает дистрибутив, который называется Liberica 9, его можно брать и использовать. Какая ситуация в OpenJDK? Что в OpenJDK с ARM-портами сейчас? Есть порт AR64, это порт, который начала делать компания RedHat много уже лет назад. Он, в нем есть поддержка только 64-битного ARM, потому что этот порт ориентирован в первую очередь для работы на серверах, на ARM-серверах. А кто знает, что есть сервера на процессорах ARM? Немного, но кто-то есть, уже хорошо. Да, то есть ARM развивает серверное направление активно, и Java для ARM-64 также активно развивается с нашей помощью, кстати говоря. И есть порт, который влил в OpenJDK Oracle, влил он его в девятку. Это универсальный порт, он может быть собран как для 64-битного ARM, так и для 32-битного ARM. Но вся работа вот сейчас, по крайней мере, идет в AR64 порт, поэтому из порта, который влил в Oracle, который называется ARM, мы собираем только 32-битную версию Java. Java для 32-битных платформ. Самая, наверное, популярная ARM-платформа распространенная – это Raspberry Pi. И третья версия Raspberry Pi имеет на борту System on Chip от Broadcom с четырьмя ядрами Cortex-53, которые, как известно, у нас 64-битные. То есть мы имеем карманный 64-битный ARM-компьютер. Но не все так хорошо на самом деле. Процессор-то у нас 64-битный, а вот операционная система Razbian, которая поставляется вместе с Raspberry, она 32-битная в силу того, что она должна поддерживать все предыдущие версии Raspberry, которые были 32-битные. В качестве альтернативы мы используем SUSE Linux 64-битный, который делался тоже для Raspberry Pi. И Java на самом деле у нас есть как для 32-битных, так и для 6-битных. А кто-нибудь использовал Raspberry с 64-битной Linux? Никто не использовал. Наверное, и Java для 64-битного Linux не очень нужна на Raspberry. Java 9 для IoT, Java 9, Java 10. Мы очень довольно долго ждали Java 9, когда она появится. Читали, наверное, несколько блокпостов о задержавшихся поездах от Марка Рейнольдса. Но в конце концов мы ее дождались, и она появилась. И если посмотреть презентацию Саймона Риттера, то он там говорит о 55 новых фичах в Java 9. Я хочу отметить четыре, которые с моей точки зрения являются наиболее значимыми именно для Java, работающей на гейтвеях. Это модуляризация, Application Class Data Sharing, поддержка HTTP2 протокола и улучшение в процессе API. Модуляризация. Что для нас модуляризация? В Embedded всегда не хватает места и всегда не хватает памяти, поэтому приходится экономить. И модуляризация создавалась в том числе, когда еще стратегия Oracle была в Embedded, в том числе создавалась и для того, чтобы была возможность создавать такие кастомизированные рантаймы, специально заточенные для работы конкретных приложений. И Java 9 позволяет действительно нам сделать именно такой рантайм, который минимально содержит только то, что необходимо нашему приложению. Как это сделать с Java 9? В Java 9 появилась, на самом деле утилита GDeps появилась еще в восьмерке. С помощью утилиты GDeps мы можем построить граф зависимости нашего приложения от модулей Java 9, получить список этих модулей и дальше с помощью утилиты GLink, которая появилась в Java 9, собрать наш кастомный рантайм, который будет содержать только те компоненты, которые нам нужны. Я делал эти примеры с Либерикой, с нашим дистрибутивом. В нем есть две виртуальные машины, на самом деле серверная и клиентская, и третью, которую мы только что сгенерировали с помощью утилитки GLink. Мы удалим серверную и клиентскую машину и посмотрим, что у нас получится. И результат, в общем, впечатляет. Целая, целостная, не кастомизированная GRE у нас занимает 379 мегабайт. А GDK, которую нам сгенерировал GLink, получилось у нас размером 49 мегабайт, а минимально необходимое для работы нашего приложения, минимально необходимое для работы, да, я извиняюсь, не сказал. Это приложение, это приложение, которое читает данные с сенсора, с термодатчика, который будет у нас в Деме, и выдает их, собственно говоря. Оно довольно простое. Но для работы этого приложения нужен рантайм размером всего 28 мегабайт, что, в общем, довольно неплохо для Java и позволяет сэкономить очень много дискового пространства. Класс Data Sharing. Falker пришел как раз вовремя. В довольно много времени, существенную часть времени на этапе стартапа Java Runtime тратит на класс loading, на загрузку классов. И для решения этой проблемы в Java 1.5 появился класс Data Sharing. Идея в том, чтобы Vemka проводила парсинг, линковку классов только один раз. Загружала их в память и дальше делала дамп этих классов в файл, в Java Shared Archive файл. И дальше при следующем старте данные из этого файла брались и грузились напрямую в память, что ускоряет процесс стартапа. И более того, не просто на этапе стартапа грузились в память, а если мы хотим запустить еще одну такую же Vemka, которая необходима те же самые классы, то она уже не будет грузить снова эти файлы, а воспользуется разделяемой памятью, метаспейсом. Но все это было актуально только для системных классов. Восьмерочки, Александр. Да, да, с 8.40, точно. Начиная с версии 8.40, появился AppCDS, Application Class Data Sharing, который позволяет делать то же самое для классов пользовательского приложения. То есть берутся все классы пользовательского приложения, создается архив, и они загружаются напрямую в память. И инженеры Oracle на Java 1 заявляли, что это позволило ускорить стартап WebLogic Application Server на 30%. Мы тоже провели некоторые эксперименты с нашим приложением и применением к нему AppCDS и посмотрели, как на Raspberry Pi работает Apache Flink. Мы использовали Apache Flink в качестве стрим-процессора в нашем приложении. И Apache Flink с AppCDS действительно стартует на 15% быстрее. То есть ничего не делая, просто применяя фичу Вемки, AppCDS, вы получаете более быстрый стартап вашего приложения. Давайте напомним, что в восьмерке для Arma этого нет. Это вот на следующем. Сейчас у нас белочка тут быстро пропрыгает. Да, фича появилась в 8.40, есть в девятке в Oracle JDK, но там она доступна как коммерческая фича. А не все так плохо, как обычно. Oracle законтрибьютил AppCDS в OpenJDK 10, и компания Белсофт вместе с Фолькером, точнее Фолькер вместе с компанией Белсофт, сделали эту фичу в Java 10 для ARM 64. Как использовать эту фичу для вашего приложения? Все очень просто. Сначала нам нужно запустить приложение и создать список классов, которые это приложение используя, соответствующие опции. Дальше использовать этот список классов для генерации Java Shared Archive файла. И следующим шагом просто использовать этот Shared Archive при старте Вемки, для работы Вемки. Все очень просто. Пользуйтесь AppCDS и ускоряйте стартап ваших приложений. HTTP 1.1 верой и правдой служил человечеству вот уже 20 лет практически служить, с 99-го года. Но ему на смену пришел HTTP 2 наконец-то, потому что HTTP 1.1 не лишен недостатков. И в частности, такой недостаток, как один реквест на одну коннекцию в один момент времени является довольно существенным. Конечно, есть ряд проверенных практик обхода этой проблемы. Использование нескольких параллельных коннекций при достижении максимального количества коннекций на домен использования доменного шардинга, использование, точнее, не использование, а создание бандлов из нескольких ресурсов, чтобы передавать в одном запросе сразу несколько ресурсов. Но вот если мы передаем много ресурсов в одном файле сервера на клиент, всегда возникает вероятность того, что мы передадим слишком много, что клиенту столько не нужно. И на сервере строились сложные системы, которые под конкретный запрос генерировали эти бандлы и передавали на клиента. Так вот, HTTP2 решает эту проблему, потому что в нем появляется мультиплексирование. В HTTP2 данные передаются внутри параллельных стримов двунаправленных. И реквесты и респонзы не обязательно должны следовать последовательно. Они могут выполняться асинхронно и параллельно. Еще одна фича HTTP2 – это сервер push, когда сервер может проактивно посылать данные на клиента до того, как клиент попросит его это сделать. Естественно, это все создавалось для того, чтобы для ускорения загрузки веб-страниц, но для IoT это открывает новые возможности, потому что, используя сервер push, можно довольно легко реализовать парадигму publisher subscriber. Дальше немножко посмотрим на это все. В HTTP1.1 в каждом реквесте передаются заголовки, что загружает, естественно, канал. HTTP2 упаковывает все заголовки в один реквест, передает их и дальше использует. И сжатие заголовков осуществляется HPAC, который был создан с пониманием того, того, что существуют атаки типа crime. Несмотря на то, что HTTP1.1 и HTTP2 – совместимые протоколы, HTTP2 – нетекстовый протокол. И данные, когда клиент запрашивает соединение у сервера, оно запрашивается по протоколу HTTP1.1. И дальше клиент запрашивает у сервера апгрейд коннекции. И после этого данные передаются в бинарных фреймах внутри двунаправленных стримов. Сейчас в IoT есть такие, ну, сформировались уже протоколы, наиболее часто используемые. Это протокол MQTT и протокол HTTP – REST. MQTT, соответственно, у нас Publisher Subscriber протокол, а REST – Request Response протокол. Так вот, появление HTTP2 делает довольно простым реализацию парадигмы Publisher Subscriber на HTTP2 протоколе. И получается, что MQTT перестает быть нужным. А так как MQTT у нас хостится в OASIS Foundation, производители оборудования, производители Gateway все-таки больше любят IETF. и с большей охотой используют, включают поддержку протоколов именно этой организации. Настало время для секретной добавочки, мне кажется. Я вернусь сейчас. Давайте. HTTP в Java 9 в данный момент живет в JDK-инкубаторе, куда попадают экспериментальные пакеты, экспериментальные компоненты. Но есть JEP321, целью которого является перемещение этого пакета в Java.NET. И в Java 11, ну вообще собирались в Java 10 его туда переместить, но в Java 11 точно он переместится уже туда, куда надо, и можно будет им полноценно, полновесно пользоваться. Но попробовать его можно уже сейчас. Код очень простой и понятный. Создаем клиента, создаем реквест, и в ответ получаем респонс от сервера. Так выглядит синхронный запрос блокирующий, а так выглядит асинхронный запрос. В общем, то же самое, но в качестве респонса мы получаем объект Compleatable Future, с которым потом можем сделать все, что угодно, когда респонс к нам пришел. Процесс API. Процесс API был у нас уже тоже с Java 1.5, но возможности его оставляли желать лучшего, и поэтому в Java 9 процесс API получил массу интересных улучшений. Процесс API позволяет управлять процессами операционной системы, на которой работает наша VM-ка. Ну, это, наверное, наиболее актуально и интересно людям, которые занимаются микросервисами, управлением микросервисами. Но и для IoT эта фича является, наверное, даже одной из самых важных и интересных. Расширен класс процесс java.lang, и появился новый интерфейс, процесс handler, с помощью которого теперь можно делать много всего. Можно получить список в виде стрима всех процессов операционной системы, дальше отфильтровать то, что нам нужно. Мне показалось, что очень интересна эта возможность получения процесс ID, PID, который можно хранить и потом обращаться к процессу. И еще есть очень интересный метод. Это возможность отследить, когда процесс завершается. То есть у нас есть хендлер на завершение процесса. И вот пример просто, как получить список всех процессов в операционной системе. Дальше из этого объекта процесса мы можем получить довольно много интересной и полезной информации, как этот объект, как этот процесс был запущен, как он работал, кто его запустил. Вот здесь пример вывода информации о примере приложения, которое использует процесс API моего. А так можно использовать триггер на завершение процесса. Мы посмотрим версию Java, запускаем процесс. И опять-таки Completeable Future нам отдают. Как только процесс завершается, мы получаем результат. В DEMI нашей IoT мы будем использовать термодатчик, подключенный по интерфейсу I2C. I2C – это шина, у которой есть мастер-устройство, в качестве которого выступает Raspberry Pi. И слей-устройство – это датчик температуры. И этих устройств в ношении I2C может быть много. Каждое устройство имеет адрес. Адрес задается хардварно. На самом деле его нужно замкнуть определенное количество выводов на этом датчике, и у него появляется адрес. Так вот, из Java мы не можем определить сейчас адрес этого устройства, а в Linux есть специальная утилита, которая входит в пакет I2C Tools, которая позволяет определить адрес I2C устройства. И использование процесса API просто напрямую решает эту проблему. Мы из Java можем получить информацию о том, какой адрес устройства, к которому мы хотим подключиться, и вообще понять, есть у нас какие-то устройства на шине или нет у нас каких-либо устройств на шине. То есть процесс API позволяет нам использовать все многообразие уже написанного нативного кода, нативных утилит, которые есть на embedded устройствах. А теперь мы можем показать наше чудесное демо. Давайте скорее покажем. Пришло время, да. Ну давай, сейчас мы пока скорее расскажем немножко о деме. Что у нас сегодня в деме будет? Мы будем демонстрировать вам бутылку пива. Такое. Что мы сделаем? Мы хотим охладить эту бутылку пива, поставить ее в холодильник, потому что она теплая и неприятная. Мы любим пиво охлажденное, понятное дело. И мы хотим узнать, когда наше пиво охладится, потому что не хочется бегать в холодильник, все время проверять, остыло оно или не остыло. И мы хотим, чтобы нотификация о том, когда пиво охладится, пришла нам в Telegram. Ну вполне такое резонное желание, да, Дмитрий? Поэтому мы сделали вот такой датчик, который у нас состоит из Raspberry Pi. Но это не просто Raspberry Pi, это Raspberry Pi с Java 9, это Raspberry Pi с Liberic, это Raspberry Pi с Flink, с потоковым движком, который... А кто знает, что такое Flink, кстати? О, да, не очень Flink популярен. А кто знает, что такое Spark, стриминг? Ну, в общем, Flink это то же самое практически. Да, мы используем эти технологии, и Raspberry Pi у нас подключено к Wi-Fi. То есть сейчас мы его тут проведем, манипуляцию по закреплению нашего прибора. Ну вот нельзя просто так взять и попить пиво. Ну, конечно, нет, нам нужно обязательно... Нужно сначала хорошо подготовиться. Манипуляции проделать. Так, сейчас мы закрепление датчика... Вот, кстати говоря, крепление немаловажный элемент, потому что Java-то Java, а липучка липучкой. У меня нет синей изоленты. Конечно, синяя изолента гораздо лучше тут сработает. Это вообще даже не вопрос. Так, ну вот у нас такое устройство. Интересно, в метро пускают с такими штуками? И дальше нам нужен холодильник. Дмитрий, нам нужен холодильник. Подождите, сейчас мы сделаем красивый холодильник. Давайте сделаем, наконец, красивый холодильник. Таким, каким должен быть холодильник, мы его сделаем. Да, вот наш красивый холодильник, вот он. Вот он такой тут у нас будет. Мы помещаем нашу бутылку в холодильник. И сейчас нам нужно немного еще льда туда досыпать сверху, чтобы она у нас побыстрее остывала. Ну вот так, я думаю, она остынет довольно быстро. Сейчас, 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 нам надо срочно посмотреть в Telegram. Да, конечно, можно еще подлить водички, чтобы было не скучно. Это у нас Telegram-бот, который работает на нашей разбище. Сейчас мы посмотрим, как у нас температура у него. Температура у нас падает наверняка уже. Ой, ой, температура минус 6, все, это ужасно. Погрызем, погрызем, ничего страшного. Да, ну нет, это же так не должно быть. Я знаю, что нужно сделать. Да не, сюда не надо, да. Смотрите, как хорошо. На экране ничего нету, а так это плохо. А почему на экране ничего нет? А должно быть. Да, да. Ну это происки, наверное, блокируют просто. А как нам сделать, чтобы у меня было и то, и другое? Ну ладно, давайте вот так. О, точно, у нас тут будет то, а тут будет вот это. Да, вот в общем у нас вообще температура бутылки была 24 градуса, а потом она сразу стала минус 6, Дмитрий, вот это, конечно, произвол. Минус 11, йо, Дмитрий, лейте вот сюда воду, скорее, горячую, горячую, вот сюда. Все, я не знаю, я залил этот датчик. Так, запомните, пожалуйста, не надо лить на электропроводящие части конструкции, вот на провода, аккумулятор. Если будете повторять это дома, а я уверен, что вы обязательно же будете повторять это дома. Интересно, он мне ответит что-нибудь теперь. Что-то пошло не так, как обычно. Как обычно, с Демой сейчас можно, у меня есть перчатки специальные. Давай-ка его вытащим. Вот оно тут. Да. Сейчас. Ну, все это время там продолжает работать стрим-аналитика. Да уже, по-моему, не работает. Что-то у меня такое чувство, Дмитрий, что мы все заморозили. Продвигает-то диодик, значит, стрим-аналитика работает. Не уверен. Ну, давайте перезапустим. Сейчас у нас, ну, у нас используется AppCDS, поэтому стартап… Стартап будет быстрым. На 15% быстрее, чем был. Сейчас, ну, пока можем посмотреть, что у нас дальше происходит. А мы ничего не видим, да? Ну, кстати говоря, кроме AppCDS, на 64-битном арме скоро появится еще и АОТ. Кому интересно? Да, есть и шансы, что в 11-й джайве это произойдет. Здесь у нас работает, здесь у нас работает. Все вроде бы работает. Ну, в общем, пока мы расскажем дальше про демо, а он у нас, наверное, должен скоро отойти от этой заморозки страшной, которой его подвергли, и обливание водой. В отрицательной температуре. Ну, что-то мне не нравится, как-то он плохо себя ведет. Может быть, с Телеграммом вроде было все хорошо, пока я не начал показывать демо. Так обычно и бывает. О, все, вот он, вот он появился. 17 градусов, все замечательно. Сейчас мы его, сейчас мы его снова поместим в заморозку. Давайте повторим. Сейчас, сейчас, значит, помимо того, что мы можем получить, подождите, подождите, Дмитрий, помимо того, что мы можем получить, значит, температуру, мы можем еще установить таргет температуры. Ну, например, какой у нас будет таргет, если сейчас 17, ну, давайте установим 15. У меня работает все. Конечно, меня же слышно хорошо, да? Да. 15 градусов у нас есть. То есть мы помещаем наше пиво в морозилку снова. Да, Дмитрий, сейчас я его откопаю. Я уже вижу, что оно рядом. Сейчас я его откопаю. Давайте, его надо присыпать льдом, чтобы... Я уже вижу, что оно охлаждается. Не делайте ничего больше. Думаешь? Да. Да нет, так оно будет очень долго охлаждаться. Надо добавить. Давайте добавим. Конечно. Это же так классно, сухой лед вообще. Ну, все. Сейчас он должен очень быстро остыть. Мы пока... Пока он у нас остывает, посмотрим еще несколько слайдов. А как мне попасть... О, нашел. По-по-по-по-по-по-по-по-по-по, не туда. Да, ну, действительно, он уже у нас достиг нужной нам температуры. Но все равно сейчас мы быстренько посмотрим, как мы... У нас же вторая часть демо, да, еще, где мы его пьем? Такого чудесного результата, да? Вот, пожалуйста. Уже можно, Дмитрий. А, ну вот это же ваша роль как раз и есть. Я же понял. Да, датчик DS1621 у нас подключен по интерфейсу I2C. Java имеет интерфейс API DIO, который позволяет работать с I2C, с PI-датчиками, с компортом, GPO и другими интересными вещами. Что нам нужно? Нам нужно создать объект, открыть его, записать туда конфигурационные данные в соответствии с дата-шитом датчика и дальше получать с него температуру. Выглядит это совсем не страшно. Вот верхний адрес, вот этот, вот он как раз может быть получен с помощью процесса API. Это адрес датчика на шине I2C. Вот эти три константы, это просто константы, которые нужно записать в датчик, чтобы он начал что-то делать. И дальше мы создаем объект и просто в этот объект записываем те самые константы, которые нам нужны и, собственно, получаем на выходе температуру с датчика. У нас этот модуль, который читает температуру с датчика, читает данные с датчика каждую секунду и передает данные в процессинговый движок. Мы используем Flink в данной демо, потому что у него есть стендалон мода, потому что он помещается на Raspberry и очень хорошо на ней работает. И с помощью Flink мы анализируем поток сообщений с датчика и при достижении температуры заданной отправляем сообщение в Telegram. Все очень просто. В чем смысл? Почему я об этом рассказываю? Почему мы используем Flink на Raspberry? Потому что эти технологии показали себя с очень хорошей стороны при использовании на серверах. То есть мы ими пользуемся. Мы уже осуществляем стрим-процессинг данных с IoT-устройств на сервере. И для того, чтобы перенести этот процессинг на Gateway, с Java нам не нужно делать практически ничего. Мы просто берем, используем Java на Gateway, используем там привычные нам технологии. И даже эти самые процессинговые модули, процессинговые аппликейшены могут быть перенесены практически без изменений на Edge, на кромку IoT-устройств. Какие выводы мы можем сделать после того, как послушали этот доклад? Java 9 позволяет использовать решения, которые уже проверены временем, которые уже используются в IoT-клаудах для стрим-процессинга на Gateway. Функционал Java 9 отвечает требованиям IoT, то есть мы можем создавать компактный рантайм, можем использовать современные технологии, можем использовать процесс API для доступа к информации об операционной системе. Весь код Java Embedded находится в OpenJDK, то есть мы можем использовать его без лицензионных исчислений кому бы то ни было. Ну и самое главное, то, за что мы все любим Java, за то, что она позволяет нам использовать один и тот же код на устройствах разных производителей. Всем спасибо. Спасибо. А давайте еще. Ну давайте. Сейчас, подождите. Надо спросить, что у него с температурой. Я думаю, там уже отрицательное. Наверняка. Нет, плюс 11. Смотри, продолжает остывать. Прекрасно. Вопросы какие-то? Да, спасибо за доклад. Вот вы там как-то на одном слайде сравнивали MQTT и HTTP2 и сказали, что раз HTTP2 годится для продюсер-консюмер, то он как-то может вытеснить в IoT MQTT. Я, наверное, не соглашусь с вами, прошу вас уточнить, что вы имели в виду, потому что изначально он не дает такой функциональности, которая в MQTT уже на уровне протокола реализована. Я согласен, да, я согласен, что MQTT сейчас довольно широко распространен, но хорошо бы использовать один протокол для всего, если есть такая возможность. И вы правы абсолютно, что в HTTP2 сейчас такой возможности нет. То есть из коробки он не работает, как паблишер-сабскрайбер. Нам нужно придумывать, нам нужно там… Свой протокол делать протокол? Да, нужно делать протокол поверхности, типа 2. Я с вами согласен. Но в реальности такая возможность есть, и как мне кажется, довольно скоро это превратится в промышленное решение. И, скорее всего, MQTT, которому сколько лет, 15-20, может потеснить, потому что останется один протокол, который будет работать и как паблишер-сабскрайбер, и как реквест-респонс. Производителям просто не нужно будет поддерживать несколько протоколов. Еще вопросы? Я правильно понял, что когда мы запускаем Java, мы запускаем ее на Raspberry, то есть когда у нас есть JVM все-таки, да, какая-то для ARM-процессора, но мы не можем ее запустить на маленьком устройстве. То есть нет такой магии, когда компилируется Java в какой-то нативной команды для какого-то там мелкого устройства, и оно там на нем работает? Ну, магия есть, но устройство все равно должно быть немелким. Есть АОТ, которая там, ну и в Java 9 появилась АОТ, и компания Excelsior вот у нас делает АОТ, но все равно размер имеет значение. На 6-4 килобайтах памяти это работать не будет. Вот, еще вопрос хотел Дмитрия поймать на слове, а мерили АОТ на вот в таких вот условиях, это будет еще плюс 15% или что-нибудь больше? Конечно. Да, вопрос классный на самом деле. Я так похвастался, что вот будет-будет, мерили. К сожалению, не быстрее. Потому что, ну, Raspberry Pi это нормальная серверная машина. Там 64-битная Java, 4 ядра, там, скажем, один или два гигагерца эти ядра. И там, ну, C2 хорошо, быстро работает. То есть там, где стартап нужно очень так тщательно, выверенно ускорять при помощи АОТа, потому что в общем случае там становится процентов, ну, на 10-20 медленнее. И библиотека сейчас такого размера, что даже пока что для модуля, например, Java Base, ее целиком невозможно скомпилировать в Тирет-варианте. Да, ну, вопрос в том, кому это нужно. А с другой стороны, АОТ работает и проходит тесты. То есть это, ну, будет интересно. Продолжение следует...